21 февраля 1999 года трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин провел первый и последний поединок по правилам ММА против японского каратиста, который является практически основателем ММА в Японии Акиры Маеды, таким образом заработав свое место в Шердоге, после чего больше никогда не получая по ногам на глазах у зрителей. Многие из вас видели этот бой, но мало кто знает его настоящую, трагическую историю, о которой я, как сова в ночном лесу, рассказывающая зайцам страшилки, вам и хочу рассказать. А пока бойцы готовятся, а я полощу горло лучшей наливочкой района, подпишитесь на канал и поставьте лайк. С того дня минуло немало лет, но мало кто знает, как любителям суши удалось затянуть в ринг на свое шоу одного из лучших спортсменов всех времен. Если про Сан Саныча вы наверняка знаете немало, то про Акиру Маеду стоит поговорить отдельно. Этот небесный японский самурай, хотя не совсем японский, так как родом он из Кореи, повлиял на индустрию ММА гораздо больше, чем вы можете себе представить. Он был одним из создателей промоушена Рингс, который был самым сильным и важным турниром по ММА, и именно этот турнир был предшественником легендарного Прайда. Опять-таки, в те времена еще никому неизвестный Федор Эмельяненко дебютировал как раз-таки в Рингс. Самого Акиру Маеду местные почитатели Саке называли лучшим бойцом по ММА, хотя это было далеко не так, ведь рекорд у бойца составлял 7 побед и 5 поражений, да и отношение к карате он имел довольно посредственное. Но как же получилось, что именно он стал соперником такого мастера, ломающего хребты под хруст попкорна, как Карелин? По историческим данным, Маеду считали легендарным бойцом ММА в Японии, и он завершал свою карьеру, поэтому ему дали право выбрать себе соперника на прощальный бой. Кстати, Маеда уже встречался до этого с российскими бойцами, а именно с Волком Ханом, причем трижды, из которых два раза проиграл. Об этих встречах сам Волк Хан рассказывал немало интересного, особенно про составляющую часть шоу в таких боях, и о том, что ему платили не за победу, а за красивые приемы и демонстрацию техники. Да это в принципе и понятно. Но вернемся к нашему бою, который как лавина, уничтожающая все на своем пути, неумолимо подходит к своему эпогею. А мы пока поговорим про главного фигуранта, Александра Карелина. Из приближенных к борцу источников мы знаем, что сам Сан Саныч не хотел выходить на этот бой, но его уговорили и, можно сказать, заставили даже на политическом уровне. Вот что сказал в интервью один из секундантов Александра в том бою. Карелин не хотел проводить этот бой, его уговаривали, рассказывали, что это хорошо с политической и экономической точки зрения. Он был на три головы выше и легко бы переломал Маеду, который тогда уже не тренировался. Маеда проводил прощальный бой и решил вот такого соперника найти. Хотя в тот момент Карелина много куда звали, даже из американского рестлинга были предложения. Они договорились, что руками и ногами бить можно, но только не в партере. Карелин делал, что умел. Это сейчас все стали профессионалами, а тогда все иначе относились к боям. Тем более Маеда его не бил, чтобы не сокращать дистанцию и не попасть в охапку. Помню, что после первого раунда Сан Саныч подошел в угол. Я говорю, ты проигрываешь. Он удивился. Что? Я его сейчас всего изломаю. Ну и дальше вы видели. Действительно, наблюдая этот прелестный, как посадка колорадского жука на молодой листик картошки бой, вы сами все видите и понимаете, что все могло бы закончиться гораздо раньше и печально и для Маеды. Но я бы хотел еще сказать парочку интересных моментов про сам бой, которые вы, возможно, не знаете. По правилам можно было бить руками и ногами в стойке, но руками раздавать только пощечины, а в партере удары были запрещены. Причем боец мог уйти от партера, схватившись рукой за канаты, как в легендарном Бушидо, но за это у него забирали очко. В общем-то, Сан Саныч за весь бой так и не нанес ни одного удара, хотя это ему и не помешало одержать победу. Это то, что касается боя. Но есть еще момент, который касается самого Александровича. А вы знали, что по правилам Олимпийской Харькии Карелин не имел права выступать в коммерческих боях, но за этот бой он гонорар все-таки получил, который полностью отдал Федерации Борьбы. Вот такой это человек. Вышел в ринг, чтобы отстоять честь страны и спорта и заработать денег для Федерации Борьбы. Я думаю, после этих слов Мэйвезер с Макгрегором захлебнулись своими виски. Еще одним интересным слухом является то, что вместо Карелина сначала хотели пригласить на этот бой Майка Тайсона, но переговоры сорвались. В общем, на этом мое пение соловья заканчивается, а то лисицы у монитора уже доели свою гречку с котлетой и не дождутся, когда смогут отжаться от пола. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пускай также узнают про лучших из лучших всех времен. А если вы хотите стать чемпионами UFC за два дня, подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Благодаря Lance и сотрудничать buttons Благодаря Drew Благодаря Джимар Брагвины Благодаря Семенбраносу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok